всем привет и добро пожаловать на марафон по техническому рисунку мы с вами отрисовали 6 базовых женских моделей это обычная футболка прямая юбка платье футляр толстовка брюки и нарядное платье и у вас должно получиться базы 6 моделей а сейчас я хочу вам показать что вы теперь можете делать с этими моделями как с ними работать и первое мы начнем с нарядного платья я буду показывать как делать заливку мне захотелось сделать яркую блестящую заливку для этого я погуляла по просторам интернета и нашла разные варианты скачала себе на компьютер сложила в папочку вот они смотрите какие у меня красавцы я не уверена что все из них получились бесшовные мы сейчас это будем смотреть проверять какие-то из них однозначно были отрисованы в векторе какие-то из них там сочетание ростро и вектора в общем то вот давайте начнем откроем те заливочки которые нам нужны я вам показала просто в папке они у меня лежат и теперь файл открыть вот она моя папочка и я буду открывать открою сразу несколько мы ими будем заливать наше платье и вот еще зальем вот этими тропическими листьями они у меня откроются в дополнительных вкладках в этом нет совершенно ничего страшного сейчас я выберу платье заливка вот здесь вот по стрелочке вы увидите все что у вас выпадает то есть если во что-то скрылась вот например я вижу только 3 да потому что очень длинное имя три вкладки сюда можете посмотреть вот они у вас все есть так я его теперь сниму как бы с основной панели и для копирования буду выбирать объект и просто затягивать его в свой рабочий файл в котором у меня отрисовано нарядное платье все заливочки сейчас будут разного размера это ничего страшного мы их подкорректируем нам главное затянуть их все в один файл отлично так соответственно мы сделаем поменьше для того чтобы сделать пропорциональное масштабирование не забывайте держать кнопочку shift при нажатии на кнопку shift масштабирование происходит пропорционально вот так значит у меня получилось две заливки они как цвета модели идут то есть это по сути одно и то же просто в разном цвете 1 в таком бирюзово-синим 2 в золоте не получились пальмочки и вот такая векторная штучка она была вектор на ее судя по всему векторе рисовали но оказалось с экспортирована поэтому она растровая значит смотрите я скачала это с просторов интернета точнее я попросила google выдать мне заливки которые блестящие если вы собираетесь использовать коммерческих целях вам нужно заплатить денежку или быть очень аккуратными и внимательными потому что у вас могут оштрафовать за авторские права если же вы просто хотите порисовать для себя и данная картинка лежит в общем доступе то пожалуйста как мы будем вот эту всю красоту переводить в заливку берем квадратик вы видели то что я открыла все изображения это jpeg либо png затащила их в адоп иллюстратор потом собрала все в один файл беру выбираю выделяю нажимаю на кнопочку мыши и тяну в панель образцы вон они у меня становятся заливками давайте я всех туда перетяну по очереди вот так отлично и все мне больше эти картинки не нужны я их затянула ними стали заливками если они мне нужны я их вытащу из заливок чтобы они не моделялись у меня по документу давайте проверим насколько хорошо они заливаются рисуем обычный прямоугольник и предлагаем программе сделать синюю заливку хорошо бесшовная заливочка так золотая тоже хорошо отлично теперь проверяем еще одну золотую тоже прекрасная заливка листья бесшовная и это векторная ерунда тоже прекрасно так как мы будем заливать платье показываю свой метод который достаточно быстрые эффективные если вы работаете в производстве одежды вам нужно делать много цветом модели запоминайте очень полезная штука я использую инструмент волшебная палочка сейчас у меня платье залит и белым цветом и соответственно серым залиты вещи которые внутри и черным у меня залито складки с прозрачностью соответственно черный мы трогать не будем беру инструмент волшебная палочка делаю двойной клик здесь у нас доступ допуск какое количество цветов и оттенков волшебная палочка будет понимать она будет понимать один цвет белый если вы хотите дать какой-то диапазон там красных сиреневых если во что-то залито уже вы можете здесь написать то число которое нужно стандартно это 32 если вы будете открывать фотошопе водополюстраторе ну вот мне нужен один это нужно откорректировать меню волшебная палочка она появляется при двойном клике на инструмент так и вот так значит смотрите у меня не выделилась спинка потому что она у меня скорее всего не залито так сейчас мы попросим выделить мне спинку и с шифтом я выделяю все что спереди проверяю что у меня выделилась вот видите все что красненьким она у меня все выделила сейчас мы вот это тоже почему красным я просто прокрашиваю то что мне видно чтобы максимально контрастный цвет был и я увидела что какие зоны у меня прокрасились какие не прокрасились и в дальнейшем я буду работать вот эти зоны мне тоже будут нужны в красном цвете так и вот здесь у меня есть некоторые несоответствия соответственно соответственно точки то есть вы видите там белое пятно вылезла я их немножечко откорректирую вот так оставляем платье залитым красным да 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 вот таким огненным красным цветом не пугайтесь мы не будем таким красным делать хотя если вам оно нужно красным можете его оставить теперь я беру создаю новый слой копирую на него мое платье создаю под него монтажную область опять же размер монтажной области вы можете выбрать либо вот так как я сделала сейчас нарисовать руками либо войти и задать четкий размер там грубо говоря 150 на 150 миллиметров тогда будет точный размер что же у нас с вами получилось у нас с вами получился новый слой на котором находится платье и теперь вся вот эта заливка которая красная и и выделяю одним махом волшебной палочкой давайте сделаю поближе та которая у меня моделька слева она находится на другом слое вот она и он заблокирован то есть он у меня сейчас в работу включаться не будет это важный момент запомните что я скопировала на новый слой а предыдущий заблокировала ну хорошо говорю программе дорогая моя хочу чтобы платье было в голубых искрах и пожалуйста вуаля мое платье в голубых искрах не уверена я что эта модель должна быть в таких блестках но все же блокируем слой создаем новый вставляем наше красное платье монтажную область можно нарисовать одну большую для всего можно рисовать для каждого платья все зависит от того что вам требуется у меня в буфере обмена был сохранен скопированный эскиз я его вызвала путем нажатия клавиши control b опять выбираю волшебную палочку выделяю всю красную заливку говорю сделайся золотым платье стало золотым смотрите как удобно то что были серые тени вот они все вылезли у нас получилось два платья одно из них голубое второе золотое давайте еще несколько вариантов сделаем блокирую слой чтобы она мне не мешалась чтобы больше не цеплялась и не перекрашивалась ни в какие цвета создала я монтажную область вот программа на меня поругалась я сказала control v вставить она мне что сказала она мне сказала вы пытаетесь вставить или перетащить объект на один или несколько закрепленных или скрытых слоев значит у меня нету слоя который был бы разблокирован если вы нажмете да она вам предлагает разблокировать и показать все соответствующие слои то есть тот слой который у вас выбран но несмотря на то что он заблокирован она вам в него вставит копируемое изображение если вы этого не хотите вы говорите нет создаете новый слой и говорите вставить вставить control v вот она прекрасно вставилась опять же все остальные слои заблокированы на этом слое только на красное платье и заливаем его другими блестками вот это даже получше смотрится опять блокируем слой и вставляем наше платье по той же схеме то есть вы видите за счет того что я блокирую уже прокрашенные модели я могу достаточно быстро перезаливать цвета пальму а вот в пальму ничего получилось да пальму мне нравится и там вот еще такая digital заливочка сейчас мы еще один слой заблокируем ставим наше платье нарисуем область отлично теперь выбираем только то что залито красным и делаем заливочку вот такое чудо у нас получилось чудная вот они все модели они находятся на разных слоях если вам например их нужно собрать разблокируете собираете в кучку выделяете все видите каждый слой выделен со своим цветом программа специально это делает для удобства работы я могу все выбрать нажать на control c заблокирую сейчас все слои создам новый и нажму на кнопочку control v вот у меня все модели встали на один слой очень удобно теперь можно с ними работать еще раз повторюсь что такое сепарирование и блокирование слоев на которых находится модель нужно для того чтобы вы могли их перекрашивать если вы не будете блокировать у вас будет выбираться весь цвет который есть файле то есть весь там красный цвет весь белый цвет и будет перекрашиваться давайте покажу пример что я имею ввиду почему нужно блокировать вот у нас все модели собраны например я выбираю вот этот голубой цвет и хочу чтобы он у меня перекрасился в голубой вот этот бежевый у меня будет перекрашиваться бежевый этот я перекрашиваю в серый элегантный этот опять перекрашиваю голубой и теперь данную модельку перекрашу давайте в сиреневый смотрите когда я теперь выберу голубую модель я не могу выбрать только один цвет у меня выберутся обе модели которые закрашены голубым что в данном случае можно сделать поскольку у меня все сгруппированы я могу открыть слой и внутри посмотреть вон оно каждое платье отдельно прорисован вот оно платье и заблокировать здесь точно также можно отдельно блокировать объекты и уже перекрасить потому что если я сейчас буду выбирать даже если я сейчас буду копировать там фиолетовое платье что-то пытаться выбрать опять у меня будет волшебная палочка не работает так что мой метод имеет ограничение имейте ввиду смотрите как хорошо встают тени которые мы рисовали черным цветом с прозрачностью я это очень люблю делать потому что черный цвет с прозрачностью очень хорошо поддерживает прокраску в другие цвета вот серый бежевый фиолетовый можно сделать какую-то дополнительную цветокоррекцию но уже изначально хорошо видна коррекция единственная проблема у вас возникнет с темными цветами то есть если например давайте могут это фиолетовое платье прокрасим в черный цвет как видите тени стали вообще не видны поэтому мы сейчас тени мы выберем этот фиолетовое платье скопируем его поместим его на новый слой и уже здесь выберем все заливки скажем что они будут белыми а всю нашу основу сделаем черный здесь у нас получился как бы позитив негатив и теперь как бы белый для меня очень яркий цвет я буду подбирать оттенок серого который лучше подойдет и еще можно что сделать можно разгруппировать так тени они у меня сгруппированы отдельно теперь я выберу все такой вот хитрый момент нужно сделать выбрать все и исключить тени придется это сделать немножко вручную я хочу сделать цвет контура светлым вот так светлым но у теней надо цвет этот контура убрать сейчас я выберу все тени и попрошу чтобы контура не было то что получается некрасиво это такой момент позитива негатива он нужен ну чтобы подчеркнуть что там есть линии потому что без линий получается слепо а если на черном черная линия этого не видно вот таким образом то есть те же складки все то же самое сохраняем только у нас получается более темная основа складочки получаются более светлые таким образом можно работать с нашими эскизами менять им цвета фактуры текстуры я показала как заливать блестками блестящей до поверхностью как заливать какими-то рапортными примерами тканей также как заливать однотонными мы с вами рассмотрим еще варианты что можно делать с нашими эскизами а на сегодня спасибо и до скорых встреч пока пока